Смотрите, дело в том, что отношения Соединенных Штатов и России во многом оцениваются нашими согражданами неправильно. Это не отношения между государствами, это отношения между одним человеком и его бандой, которые занимаются на территории России преступной деятельностью, грабят ее, вывозят и вкладывают на ворованные, в том числе в Соединенных Штатах, в Европе. Они пытались захватить ряд и европейских объектов, ряд компаний в Европе, например, компанию Opel, но их не пустили туда. Соответственно, они обиделись, пожаловались своей крыши. Это Путин, который думает, что он крутая крыша, что он может крышевать кого-то где-то в Америке и так далее. Этот человек работает в другой системе координат. У меня сложилось впечатление, что его способность к аналитическому мышлению, к правильным выводам, она ушла, ее больше нет. Уже уныние. Если раньше у этого человека был какой-то драйв, сейчас я вижу уставшего старика. Он даже боится собственного будущего. Это очень плохо. При таких обстоятельствах управлять такой колоссальной империей, огромной страной, как Россия, невозможно. Должен быть драйв, иначе мы утонем болоте. Поэтому, ну что, не встречается Обама с Путином. Мне все равно, наплевать. Укреплять отношения с ключевой ведущей державой мира нам, России, выгодно. Ссориться невыгодно, бессмысленно. Если Россия полагает, что Соединенные Штаты действительно представляют какую-то угрозу, ну, так заберите оттуда деньги, которые вы вложили в так называемый стабилизационный фонд, в ипотечные, так сказать, облигации, где они, верните их обратно, дайте людям кредиты под минимальные проценты. Это будет в целях национальной безопасности и в целях развития нашего общества. А все остальное, ну, какие-то совершенно ненужные, на мой взгляд, показушные мероприятия, там, дядя Вова обиделся, некрасиво, или там, Обама обиделся, это плохо. Но сигналы определенные, мы должны сделать, что эти люди, уже если человек, если ведущие державы мира не могут договориться, значит, мы, наверное, как-то не те приоритеты выбрали. Вот, не с теми дружим, неправильно.